Сумка. Аксессуар, который есть у каждого современного человека. Существует более десятка их разновидностей. Клачи, редикюли, саквояжи, чемоданы, авоськи. Однако это еще и предмет с богатой историей, о которой готовы рассказать сотрудники Тверского детского музейного центра. Об этапах развития этой неотъемлемой части гардероба узнала Наталья Чекет. Во все времена людям нужно было в чем-то хранить и переносить различные вещи. Однако ученые не могут точно указать дату появления сумки. Но у каждой культуры были прообразы современных сумок. Можно сказать, что в Европе с 11 века бытовали сумки-монетницы, сумки-кошельки, сумки-карманы. В крестьянской народной среде такие сумки назывались бабий карман или сумка-лакомка. В 17 веке в мужском костюме появились вшитые карманы, а женщины остались верны сумочкам и продолжили их носить. А уже в веке 18 законодательницей новой моды принято считать маркизу де Пампадур, которая изобрела способ ношения сумки на руке. Сумочки были трапециевидной формой из текстиля с растительным орнаментом на длинном стягивающемся шнурке. Другими словами, редикюль. Чем выше было положение дамы в обществе, тем более дорогие материалы и отделка использовались при пошиве. Дамская сумочка считалась предметом, который показывал статус женщины, показывал ее вкус и умение рукодельничать, поскольку в том же 18 и 19 веках женщина без рукоделия ни в гостях, ни дома не сидела. И даже существовало такое представление, что пока молодая девушка не вышьет первую свою сумку, замуж она выйти не сможет. Сумочка и ее наполнение – это целый женский мир. В них дамы хранили зеркальце, записки, духи и румяна. Здесь и визитки, кошелек машна, тоже 19 век, приглашение на свадьбу. Могли лежать маленькие альбомчики с разными записями, посвящениями. С появлением железных дорог люди начали много путешествовать, и возникла потребность перевозить вещи в более вместительных и функциональных предметах. Конструкторам чемодана принято считать французского мастера Луи Виттона. Он придумал, как сделать большой тяжелый дорожный сундук легким. В таком большом чемодане обычно перевозили одежду, обувь или головные уборы. А также его использовали дома вместо шкафа. А это военно-полевой чемодан. Здесь перевозили военную амуницию. 20 век стал временем скорости и перемен. В этот период появляются сумки для работы, прогулок, культурного досуга и похода в магазин. Модный женский аксессуар шьют из самого разного материала – текстиля, кожзама, бархата и меха. Декор тоже разный – заклепки, бахрома, стразы и цепочки. Советские модельеры, которые выпускали в 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы новые коллекции одежды, они всегда к этим новым коллекциям показом приурочивали и изготовление новых аксессуаров, в том числе и сумочек. На выставке также представлены профессиональные и хозяйственные сумки, спортивные и школьные рюкзаки. Всего несколько десятков экземпляров, историю которых расскажут специалисты музея. Увидеть экспозицию можно до конца января 2021 года.